В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Квартирный ответ, а точнее поиски его. Минувшая зима, которая на неделе совершила нежданный камбэк, в Самаре отметилась рекордным числом пожаров. Горели многоквартирные дома и частный сектор во всех районах города, прежде всего в центре. Всего с начала года, говорит статистика, произошло 136 подобных ЧП. Где-то еще можно спастись ремонтом, а где-то люди оказались не только без крыши над головой, но и без внятных перспектив на будущее. Поскольку те, кто обязанным был предоставить такую информацию, районные чиновники оказались сами не в курсе. И вместо того, чтобы вникнуть в ситуацию, отправили людей дальше по инстанции. Такое положение вещей мэр Самары Дмитрий Азаров посчитал недопустимым, посвятив большую часть понедельничного совещания именно проблемам погорельцев. Если вы с людьми не в контакте, то произойдет так, как произошло по Самарскому району. Они придут к администрации города, выяснять перспективы своего расселения и материальной, и моральной помощи, и поддержки. Вот и все. Раз вы их отправили вдвуи и забыли, значит почти наверняка, что это случится. От каждого главы района Дмитрий Азаров потребовал не только подробного отчета, но и индивидуального подхода к погорельцам. Я бы хотел, чтобы мы сегодня здесь услышали по каждой семье практически перспективы расселения, получения и так далее. Куда, в какие программы включаем людей, каким образом вопрос будем решать. Коллеги, у нас должен быть алгоритм, для нас в первую очередь понятный, что мы в каждом случае конкретно делаем, каким путем идем. За материальной помощью людям, оставшимся без крыши на головы, нужно обращаться в районы администрации. После встряски на мэрском совещании, думаю, многие поменяют подход. Хотя это, конечно, не означает решение всех проблем. Временное жилье погорельцам отделяется из так называемого маневренного фонда, и не всегда варианты, которые может предложить муниципалитет, всех устраивает. Порой люди, и их тоже можно понять, отказываются переезжать на окраины города, в Кировский район или в тот же поселок Озерный. Так что есть над чем работать. Квартирный вопрос всегда был одним из самых злободневных, особенно учитывая то, насколько недешево у нас жилье на днях сама равно и вошла в десятку российских городов, где цены на квадратные метры не милосердно высоки. Так что очень вовремя в городе формируется специализированный жилищный фонд для так называемых льготников, прежде всего сирот. Дома в микрорайоне Крутые Кличи обещают сдать уже во втором полугодии 2014-го. Предоставлять сиротам именно квартиры требует изменившийся федеральный закон. Раньше выпускники детдомов получали социальную выплату и сами искали себе жилье. В прошлом году квартиры купили 103 сироты. Среди них и Ксения Авезова, которая сегодня строит смелые дизайнерские планы на свою однушку. Будет ярко-оранжевый вся эта стена. Здесь какие-нибудь детские машинки, там все-таки мальчик растет. И наша сторона будет фиолетового цвета, потому что фиолетовый цвет, скажем так, в гармонии с умственным развитием для ребенка. В свои 21 Ксения уже познала в полной мере изнанку жизни. В 15, рассказывает, попала в реабилитационный центр, ее родители лишили прав. С тех пор она сирота, сначала юридически, а теперь по факту. Помочь некому. Нет каких-то там бабушек за границей, которые могут оставить наследство. На скорое решение квартирного вопроса Ксения, теперь она и сама молодая мама, признается, даже не рассчитывала. Я думала, мы будем лет 10 ждать, потому что когда встала на очередь, я была 238. 13 сентября 2013 года я родила, а 10 октября уже это моя собственность, скажем так, Бог дал ребенка и на ребенка тоже. Такое чудо маленькое. Ну, в нашей семье, конечно, это весомое чудо, потому что не надо ипотеку брать, все свое, и потихоньку вот сделаем свой уголок такой семейный. Кажется, как ты любишь бегать. Пока родители обустраивают квартиру, трехлетний Миша измеряет новую жилплощадь колесами своего трактора. Благо, теперь есть где развернуться. Свой семейный очаг супруги Кирилловы обрели в конце января. До этого несколько лет ютились вместе с родителями в одной квартире. Денег на первоначальный взнос, чтобы взять ипотеку, не было. Но под занозы 2013-го они появились. Кирилловы пару лет назад стали участниками программы, которая рассчитана на поддержку младых семей. И хоть бумажных хлопот было немало, теперь рады, что решили ввязаться. 584 тысячи рублей, а именно столько дает программа, на дороге не валяются. Если честно, как бы были сложности, естественно. Бегать немного было. Но тот, кто хочет, тот, конечно, всегда сделает то, что хочет. Это хорошая поддержка. Получить социальную выплату могут супруги не старше 35 лет, прописанные в Самаре, и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На сегодня в программе участвуют почти 400 самарских семей. В прошлом году право на выплату получили 188. Правда, не все за деньгами пришли. 30 адресатов до сих пор не объявились. Будет как хорошо, водичка бежит. Хорошему быстро привыкаешь, улыбается Тамара Капитонова. На эту квартиру на мехзаводе вдова участника Великой Отечественной войны получила по федеральной программе. Всю жизнь проработала на заводе салют. Жила с мужем в маленьком частном доме без удобств, но уезжать из поселка не хотела. Здесь родились дети, здесь друзья и близкие. И потому, когда ей предложили новое жилье здесь же, на мехзаводе, женщина обрадовалась. От квартиры в новостройке Тамара Капитоновна отказалась. Признается, не хотелось ей на старости лет связываться с ремонтом. Много же ушло на ремонт, конечно. Я бы не смогла просто. Здесь пришло тепло, светло, и вода горячая. Все есть. Галина Парфяненко, участница Великой Отечественной войны, в 45-м она дошла до Берлина, тоже недавно отпраздновала долгожданное новоселье, что символично прямо в новогоднюю ночь. Из скромной двушки переехала в просторную трехкомнатную. Рассказывает, на семейном совете решили новостройку не ждать. До новостройки можно дожить уже в таком возрасте. Вдруг вот на это и рассчитывала. Вдруг не доживешь или что-то. Хоть немножко пожить под старость в хороших условиях. Какой ветеран приобретет жилое помещение, вторичный жилой фонд или первичный, это его личный выбор. Он должен исходить из того, что ему нужно. Мы навязывать своего воли ему в этом вопросе не можем. Тем не менее, для того, чтобы этот процесс был, в том числе и с учетом пожеланий губернатора, и я понимаю, о чем идет речь, и в принципе правильная постановка вопроса, чтобы так делать, мы специально и в прошлом году, и в этом году планируем организовывать собрание с участием лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, числа ветеранов, с приглашением застройщиков, чтобы застройщик предлагал им свои условия расселения. В этом году, рассказывает Константин Елфимов, новоселье должны справить и все ветераны, что еще стоят в очереди. Таковых осталось 170 человек. Варианты расселения – это прежде всего южный город и крутые ключи, более известные в Самаре как поселок Кошлев. Здесь, обещают власти, вскоре появится и вся необходимая инфраструктура, включая поликлинику. В любом случае, последнее слово остается за ветеранами, говорят в департаменте управления имуществом, и еще раз подчеркивают, что умеют делать оргвыводы из негативного опыта. Та же система распределения муниципального жилья стала куда более прозрачной. Кому давать квартиры в первую очередь, теперь обсуждают на общественном совете, куда входят и непосредственно те, кто столкнулся с бедой. Константин Елфимов признается, что это было сделано для того, чтобы такие скандалы, как уголовное дело Кужилина, больше не повторялись. У нас дискуссии острые бывают, достаточно интересные. Это живая работа, это нормально, это интересно. Но, опять-таки, это гласность. Это видно, что департамент открыт, что никакое жилье никуда по каким-то непонятным историям не уходит. Ни себе, ни людям. Ну а на финал этой передачи, посвященной квартирному вопросу, история о том, как самарец чуть было не расстался с собственной крышей. Причем в буквальном смысле не по своей воле, а по беспрецедентному решению суда. Речь не о весеннем обострении, а о правовом казусе. Его корни питает банальная соседская ссора, которая вылил столь нетривиальный скандал. Тянется он еще с конца прошлого года и сейчас подошел к кульминации. Вот протечка. Вот протечка. Старый, прохудившийся крышей, вот текло, вот даже вот здесь, вот видите, вот над вами прям, вот какая протечка. Сам делаешь, и получается еще плохой ты человек. Возмутителем спокойствия в стареньком доме на Степана Разина Игорь Чекалов стал после того, как собственноручно разобрал текущую крышу и соорудил новую. Говорит, надоело просить милости от коммулянщиков. 12 лет он безуспешно обивал пороги. Дело осложнялось еще и тем, что двухэтажка считалась памятником архитектуры. Но после того, как два года назад она потеряла этот статус, Игорь решил, пора действовать. Продал машину, вложил все, что было отложено на черный день и построил новую крышу. Говорит, старую чинить не имело смысла. Это все время был проломлен, вот этот угол. Все время был проломлен, он все время тек. Я сколько ни пытался, бесполезно было. Дом 1902 года постройки, никто и не помнит, чтобы его когда им сремонтировали. Но благой порыв соседа оценили не все. Когда строил, никто не подходил, там никто не спрашивал, что давайте помогу. Как только сделали, все сразу появились хозяева. Ссора, как это обычно бывает, разгорелась из-за квадратных метров. После переделки крыши взамен неудобного и прогнившего чердака у Чекалова появилась просторная мансарда, которая, по его словам, приглянула соседке снизу, Валентине Гордеевой. Тетя Валь, пожалуйста, приходите, кладите, что вы там хотите положить там. Нет, мне вот отдельный вход. Я говорю, как вы сделаете отдельный, откуда? Да, тогда, значит, ломай. Вот тут-то и завертелась борьба за крышу. Не успел Чекалов собрать все документы, чтобы узаконить свое творение, как против него была развернута тяжелая артиллерия. Я вам устрою эту сладкую жизнь. Буду писать везде. И вот она пишет везде. Прокуратуру, жилищные инспекции, там, департамент строительства, там, министерство культуры, во все, во все, во все. Плоть до Азарова, там, везде она, короче, писала эти бумаги. Я там обалдел. Из вредности, да. Это человеческий фактор, я так называю. Он везде присущ. Какой фактор сработал в суде Самарского района, неизвестно. Но Фемида вынесла суровое решение. Новую крышу снести и на ее место установить старую, то есть текущую. Соседка Ачекава, Валентина Гордеева, довольна, что выиграла суд. Ведь новая крыша, уверяет ей, всю жизнь испортила. Для меня вот этот козырек представляет опасность. Понимаете? Я не могу, я в прошлом году, в марте месяце, я не могла бы идти из дома. Потому что текет налет. Это как? Я бы с удовольствием ей сам бы установил этот козырек. Но она отказывается, говорит, мне ничего не надо, а тебя ничего не надо. Я вот все, суд, ломайте крышу и все. Он со мной не будет договариваться, только по закону. Вот так. Нарушил, ответь. И третий этаж надо сраивать. У него никакого разрешения не было. Пусть приходят и решают. Но они боятся, дом-то старый, вдруг еще хуже будет. Дом наш еще больше простоит, чем все эти новые. Он все выдержит. Следующий раунд схватки за крышу состоялся уже в областном суде. Адвокат Андрей Соколов, это он настоял на апелляции, уверяет, что высшая инстанция разберется в этой абсурдной истории. Решение довольно парадоксальное. Крыша старая, фактически уже снесена, она уничтожена. И ее восстановить заново невозможно. В этой связи совершенно очевидно, что судья просто не разобрался в этом деле. Крыши не существует, а значит, вновь возведенная старая крыша будет таким же самостроем. Тем более, что решение сегодня возможно исполнить. Даже если оно останется в силе и судебная коллегия решит, что оно соответствует закону, его невозможно будет исполнить. Потому что первый вопрос, который возникнет, а кто ее будет делать? За чей счет? Областной суд, кстати, действительно внял этим доводом. Когда готовилась эта передача в эфир, стало известно, что предыдущее решение было отменено, и крыша останется на месте. Пока. Потому что это еще не финал. Принципиальная соседка намерена продолжить борьбу. Теперь, по словам горе-строителя Игоря Чкалова, она уверяет, что из-за крыши рядом с домом образовалась яма. Так что впереди новые тяжбы. Мы не воюем там с винтовкой. Просто вот человек вот упорно вот, я вам устрою сладкую жизнь. Вы мне тут не даете покоя, дети ваши. Я вам устрою. Вот это вот, козни вот такие вот. Сейчас вот закончится это дело, начнется какое-нибудь другое дело. Что-нибудь другое она придумает. Человеческий фактор, зависть, понимаете. У него есть, у меня нет, как так. Соберно как-то это говорится по-соседски? Я с ним не собираюсь, он слишком много гадостей мне сделал. Он мне и венблоки ломает газовые дымоходы, и все ночами, и оскорбляет. Если он непорядочный, извините, он не умеет жить с людьми, как правильно это сделать? 13-го и 14-го, с каким, прям, вы знаете, злорадством, что ли, он чистил лед, и все падает мне на крышу. Будем, конечно, бороться, здесь нам жить. А бабуля, ну что я с ней сделаю, если у нее что-то плохо с головой, видимо. В общем, мой вам совет, берегите крышу, весна ведь только началась. А на сегодня все, удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин